Мариана Дюбюк, дорога в гору. Перевод с французского Ольги Патрушевой. Барсучиха, тетушка Белла, уже не молода. Она много знает, много видела. У нее на кухне хранятся кое-какие сокровища. Старинный черепок, камень-галыш, песок с берега моря, гнездо зяблика. Дом Барсучихи стоит у подножия горы. В глубине сада тропинка, которая ведет на вершину. Каждое воскресенье тетушка Белла отправляется в путь. Сегодня самое обычное воскресное утро. Разве что очень солнечное. Как всегда, на вершину тетушка Белла. Добрый день, Фред. Фред – белошейная овсянка. Он живет в саду тетушки Беллы. По дороге тетушка Белла собирает грибы для своего друга Алекса. Как же он им обрадуется. Ах, спасибо! Тетушка Белла все знает о грибах, съедобных и несъедобных. Белый гриб – хорош на жаркое. Мухомор – осторожно, ядовит. Бывает, что кому-то из друзей требуется помощь. Тетушка Белла всегда помогает. А потом идет дальше. И так каждое воскресенье. Кажется, сегодня за ней кто-то наблюдает. Подходи, не стесняйся, тут на двоих хватит. Вот такая она, тетушка Белла. Всех угостит, со всеми поделится. А вы там уже были, да? На самой-самой вершине. Конечно, эта гора называется Сахарная голова. Вот бы туда забраться. Так пойдем вместе. Сверху такой вид. Дух захватывает. Эй, малыш, что грустишь? Если что-то не так, тетушка Белла всегда чувствует. Я маленький, не дойду. Знаешь, сколько мне было лет, когда я впервые поднялась на гору? Столько же, сколько тебе сейчас. Ну, как же трудно иногда сделать первый шаг. И тетушка Белла продолжает путь одна. На вершину, тетушка Белла. Здравствуй, Дина. И все-таки я с вами. Хочу посмотреть, что там наверху. Ну, вот и славно. С хорошей крепкой палкой легче идти. Как тебя зовут? Тим. Самая удобная палка выглядит так. Прочная, с мягкой корой, чтобы не царапала лапы. И с маленьким сучком внизу. Длину надо выбирать по росту. Ну, вот. Теперь у тетушки Беллы есть компания для воскресной прогулки. А зачем деревьям листья? Чтобы здороваться с солнцем. А куда бегут муравьи? Куда ведет их тропа? Малыш забрасывает тетушку Беллу вопросами. Ой, кто это? Можно съесть? Это он про мышку. Тим. Это же Луиза. Тетушка Белла учит Тима слушать. Тю-ти-тю. Тю-рли-тю-тю-тю-тю-тю. Как здорово. А, это Фред. Мама, пип-пип, кричит маленький птенчик. Она учит его помогать другим. Держите вашего птенчика. Мама, спасибо. Спасибо. Тим охотно всему учится. В пути иногда приходится делать выбор. По какой тропе пойдем? А какая тебе нравится больше? Жизнь состоит из решений. Тетушка Белла это понимает. Я выбираю вот эту. Она пахнет яблоком. Чтобы принять правильное решение, нужно слушать свое сердце. А что там наверху? Весь мир. Я побываю на вершине мира. Знаешь, там чувствуешь себя ужасно маленьким. Маленьким, как калибри? Меньше. Маленьким, как муравей? Меньше. Маленьким, как звездная пылинка, сверкающая в капле росы. Да, тетушка Белла немного поэт. Если долго-долго, если долго по тропинке, тетушка Белла умеет поддержать моральный дух своего маленького войска. Все в порядке, малыш? Песня это хорошо, но даже она не всегда помогает. Хочу показать тебе одно местечко. У маленького войска маленькие лапки, и они очень устали. Пора устраивать привал. Силы быстро возвращаются. Идем дальше. Осталось немного. Какое чудесное воскресенье. До вершины рукой подать. Отсюда крутой подъем. Еще чуть-чуть, тетушка Белла. Здравствуй, Филипп. Филипп – гриф индейка. Он живет на склоне сахарной головы. Он знает тетушку Беллу давным-давно. Но как выглядит Филипп? Красная лысая голова, зоркий, дружелюбный взгляд и острые когти. Последние метры – самые трудные. Вперед, Тим! Ну и круча! Мы почти у цели. Великолепно, правда? Тим молчит. Он на вершине мира. С тех пор они поднимались на сахарную голову вместе. Каждое воскресенье. Опять на вершину, Тим? Привет, Фред! Это черепаха, да? Здравствуйте! Старая барсучиха рассказала ему все секреты горы. Все, что знала сама. А это – сумах. Из него делают лимонад? Время идет неделя за неделей. И вот уже тетушке Белле требуется отдых в пути. Как дела? Все в порядке. Теперь Тим заботится о привале. Легко ли, трудно ли идти? Но они всегда добираются до вершины. А Филипп сегодня прилетит? Да, он обещал. Осторожно, тут мох скользкий. Почти дошли. Великолепно. Но наступил день, когда тетушка Белла уже не нашла в себе сил отправиться на сахарную голову. Я подожду тебя здесь, а ты мне все расскажешь, когда вернешься. И Тим стал ходить к вершине один. Каждое воскресенье. Почти как раньше, но все-таки немного по-другому. Шли недели. Тим все лучше узнавал гору и ее тайны. Спустившись, он спешил рассказать тетушке Белле обо всем, что видел. И переносил ей новые сокровища. Постепенно гора тетушки Беллы стала горой Тима. Однажды он увидел, что от знакомой тропы отходит в сторону другая тропинка. Раньше он ее не замечал. Чем это пахнет? Кажется, ягодами? Тут на двоих хватит. Подходи. Не стесняйся. Субтитры создавал DimaTorzok